Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 2 марта и как всегда утром я сейчас быстренько отвечу на некоторые вопросы моих зрителей на канале YouTube. Потому что сейчас весна, конечно огородники все наши проснулись, зашевелились. И вот когда я выкладываю сейчас про теплицы особенно, те кто хочет их установить, им очень интересно все эти комментарии послушать. Поэтому я сразу скажу спасибо всем, кто про свои теплицы, в комментариях про мою теплицу, про свои теплицы вносят какие-то дополнения, делятся своим опытом. Человек, который хочет установить теплицу, даже посмотрев ваши комментарии, он уже какое-то представление будет иметь про установку теплицы. И ему легче будет сделать выбор. Это очень хорошо, что вот все сообщество откликается и помогает нашим новичкам. Так вот теплица начинается. Вчера был ролик теплица с фундаментом или без. И люди пишут, вот Елена пишет, а у нас в Новосибирске снега выше средины теплицы. Теплица стоит на брусе, заякоренная изнутри. Вот про то, что ее нужно укреплять, я уже упомянула, нужно укреплять обязательно. Сейчас, когда штормовые вот эти ветры, теплица легкая, если ее не закрепить, она, конечно, может унести ее. А про снег выше средины теплицы. У нас знаете, какая ситуация? У нас снега тоже было много. Но вот некоторое время назад была целую неделю плюсовая температура, небольшая, но все равно плюс был. Плюс два, плюс три. И снег, он был пушистый, его было много, он как бы подтаял и осел. И теперь еще хуже. Он маленький слой, но внизу он сначала подтаял, а потом замерз. И внизу вот этот вот такой твердый пласт ледяной, что двери в теплице просто так лопаткой не откидаешь и не зайдешь. Нужно ломом колотить, ну как отдалбливать. Поэтому мне нынче придется ждать, когда он растает естественным путем. Ну и вот все к этому видеоролику, все пишут много-много комментариев, что снега очень много, больше, чем у меня. У кого там по крыше теплицы, у кого по половине теплицы. Так вот пишет Оля, а можно медным купоросом опрыскивать чеснок от ржавчины? Ну вот знаете, раньше, когда не было этой агрохимии, от любых вот таких грибковых заболеваний использовали вот этот купорос. В одних случаях готовили столовая ложка на ведро воды, в других случаях чайная ложка на ведро воды. Это зависит от того, будете вы кушать, ну как, сколько, какой срок до сбора урожая. Поэтому всегда говорят, что осенью можно без опаски обрабатывать медным купоросом и рано весной, когда до сбора урожая, то есть до конца лета, времени еще много. Тут с медным купоросом нужно действовать осторожно, потому что он все-таки не относится к полезным веществам. И перед тем, как обрабатывать, вы должны более подробную информацию найти о нем и дозировку и все. Но вообще я вам говорю, что очень часто в таких случаях применяют именно медный купорос, потому что другие слабее действия, но все-таки нужно с опаской его употреблять. Если, например, у вас через две недели сбор урожая, конечно, лучше не нужно. Так, вот тоже пишут. Он у нас снега по пояс Нижний Новгород. И по Волжье, Надежда Клюева пишет, тоже снега много. Вера Потрошкова пишет. Рада вас видеть в добром здравии. Поскакушка вы наш. Вот имя по скакушкам мне очень подходит и нравится. Потому что действительно у меня такой склад характера, что я медленно почти ничего не делаю. Я все бегу, все наскаку. Так, вот пишет Надежда Кислова, что мой дивидов поосажен с вами, тоже радует потом. Вот Наталья хотела на этом остановиться. Подскажите, какой самый большой всходят томаты две недели? В этом году решила прорастить на ватных дисках. Раньше так не делала, сразу сеяла. Скажу вам, сразу вся измучилась. Утром смотришь, нет ли корешков. Я сразу скажу, что я на ватных дисках, конечно, никогда томаты не просею, не проклевываю, не замачиваю. И редко кто так делает, я думаю. Обычно сразу сеет, увлажняет уже грунт. Ну, две недели для всхода томатов, это уже крайний срок. Это и так очень много. Обычно они всходят раньше. Пишут вот 10-12 и все. Конечно, если у вас они там где-то были замочены, потом вы их закопали, то возможно, они уже немного как... Ну, вот как уже начинается, когда процесс гниения, они может быть уже испорчены. Я ничего про это вам сказать не могу. В ватных дисках, я говорю, никогда не держу намоченными томаты. И никогда их вот в таком виде не подготавливаю к посевам. И зря, конечно, вы это сделали. Обычно, если семена томаты хорошие, они просто при посеве в грунт сходят нормально. Не надо лишний раз их мучить и себя мучить. Вот как вы говорите, тоже измучились. Вот Юлия пишет, во Владимирской области снега по пояс. Как я почитала комментарии, однако снега везде больше, чем у нас в Сибири. Любовь Королёва пишет, знаком ли вам король Сибири? Нет, я не выращивала, потому что сортов и сибирских, и алтайских очень много. Пишет, слава богу, у нас в городе появилась Настенька. Но Настенька сейчас, да, распространяется по стране, потому что она сорт довольно-таки, ну, можно сказать, что новый. Потому что 5 или 10 лет для сорта томатов, это, конечно, еще новинка она. Многие ее не знают, но вот я читаю комментарии, во многих городах начала она появляться, потому что люди ее как бы распробовали, раскушали. Вот пишет Елена, я прям как улыбнулась. Теплицы надо ставить от хороших производителей. У меня три теплицы стоят на брусьях, теплицы называются кремлевские. Мне так смешно, вот некоторые люди не понимают, что разные населенные пункты, и, ой, ну да, вот, зависит от крупности, наверное, города. У нас город такой маленький, нам никто эти кремлевские теплицы не повезет, потому что на них не будет покупателей. У нас, вот как у меня вот эта теплица показана, вот такая круглая, у нас такой выбор. Вы можете выбрать вот такую теплицу, круглую, длиной 4 метра. Можете выбрать такую же, длиной 6 метров, и можете выбрать такую же, длиной 8 метров. Вот почти весь выбор. В какой бы магазин ни приехал, везде в ассортименте вот эти простые, дешевые, одинаковые теплицы. Ни разу не видела, чтобы какие-то кремлевские продавались. Может быть, на заказ, может быть, откуда-то привезут, но заранее их никто возить не будет. Я еще раз говорю, у нас регион удаленный, с минимальными зарплатами, с минимальными пенсиями. Для нашего населения даже вот такая теплица, и то дорогое удовольствие, еще они не распространены. А от хороших производителей, хороший производитель, я думаю, такую даль не повезет, он продаст где-то там в центральной части России. Конечно, может быть, нужно ставить от хороших производителей, но у меня, если будет выбор, например, или две вот таких поставить, или одну какую-то дорогостоящую, кремлевскую, я все равно выберу две вот таких. Потому что мы привыкли всю жизнь как-то все экономно, практично, разумно тратить свои деньги. И дорогие теплицы у нас, если даже я не хочу покупать, а простая бабушка, пенсионерка, или кто там, молодая семья, тоже не будут тратить деньги на хорошие теплицы. Хотя все это ясно, что и лечите зубы в хороших клиниках, и покупайте хорошие, дорогие теплицы. Все понимают, что это лучше, но не всем это доступно. Вот в Астраханской области опять тоже пишут снег. Пишет Ольга, здравствуйте, на земле уже грибок или что-то зеленое. Нет, это, наверное, отсвечивается от панно, там же панно на зеленом фоне подсолнухи. Никакого здесь грибка нет, помидоры эти уже взошли, все у них нормально. Пишет Екатерина Мингалева, это у вас мало снега, у нас теплицу пополовину, замучились. Но все пишут, что много снега. Так, очень нравится видео на свежем воздухе, подоконники уже надоели. Ну, это ясно, всем хочется выйти в огород. Вот пишет Мария, отчего появляется тля на рассаде перца? Единственное, что я могу сказать, у меня тли никогда не было и долго нет. Один раз в жизни была тля, и я подозреваю, что все-таки были какие-то яйца, оставались в грунте, потому что больше появится ниоткуда тле в январе. У меня действительно тля один раз появилась на нормальной здоровой рассаде. Я увидела, и увидела уже поздно, сидела такая, я снимала, даже видела, такая толстая, упитанная тля. И когда я посмотрела, я посмотрела, что там и яички уже есть. Было все это в комнате, в квартире, взяться было неоткуда. И я решила, что, наверное, в грунте были яйца с прошлого года. Как-то сохранились и начали размножаться снова. Пишет Надежда, делаю так же, как вы, но чуть позже у меня не так, но руки не опускаю. Да, конечно, сейчас придет весна, выйдет солнце, у всех выправится ваша рассада. Она, если даже сейчас не такая, она потом все равно будет. Как одна женщина написала, что солнце тянет эти растения за макушку. То есть она помогает им расти. Вот пишет Ольга Маркова тоже, кому интересно, почитайте комментарии. Сделала фундамент из шлакоблоков, у меня бинонная мешалка, уровень и другой инструмент. Все прекрасно получилось, да и нетрудно, хоть даже и женщины под силу. Но это, конечно, женщине в одиночку фундамент сложновато, наверное, делать. Оля, я смотрю, у вас теплиц-форточек нет? Неужели не горят растения? У меня форточки по торцам, и все, я говорю, у нас стандартные вот такие теплицы, они все идут одного вида, одного образца. Открываем двери, сетку для притенения, летом вешала, я показывала. Разве это много снега, пишет Танюшка Миронова. Вот у нас сугробы, так сугробы, у Иваново. Короче, всех завалило нынче, кроме нас. Вот тоже в Московской области сугробы до средины, высоты. Так, мы больше про сугробы не будем читать. Я поняла, что все завалены снегом, только у нас снег подтаял. Так, вот Ирина Белова пишет, я подскажу другое, необязательно ставить бутонный фундамент. Возьмите брус 6х6 по длине, какая теплица будет, обработайте антисептиком. Можно закрепить такими шпильками по углам, будет стоять вечно. Ну, брус тоже вариант, да. Так, вот пишет тоже, мне нравится больше теплица на фундаменте, хотя и дороже, конечно. Вот все в стоимость-то и упирается. Все бы, конечно, поставили на фундаменте, если бы это не стоило дорого. Так, пишет Ирина Литовченко. Оля, скажите, опилки можно добавлять в грунтную рассаду? Земля плохая. Я никогда не делаю, конечно, но есть люди, которые добавляют немного для рыхлости, но с ними нельзя увлекаться, с этими опилками тоже. Там, если вы хотите добавить опилки, вы больше информации узнаете. Я сразу говорю, я так никогда не делаю, и поэтому совет на основании своего собственного опыта я не могу вам дать. Но я слышала, что люди добавляют, но там какие-то нюансы есть свои. Елена Кобзарь пишет, здравствуйте, Ольга, сколько у вас земли? Ну, тут Вера ответила, что 7 соток. Смотрю, с интересом ваше видео, у меня одна теплица, закопаны трубы по периметру, проложены для обогрева, места мало, около 3 соток. Я тоже мечтаю сделать обогрев теплицы хотя бы одной. Вот какие люди какой-то и греющий кабель вкапывают, еще что-то, чтобы именно почва была теплая. Но пока не могу додуматься, как это сделать. В Росклимате, когда покупала кусок теплого пола, спрашивала у продавца, но они ничего не знают, и консультации у них какие-то знает меньше, чем я, как сделать греющий кабель в теплице. Так, я заметила, свои семена четко всходят, в магазинной такая заморочка, теперь понимаю, почему у вас такая шикарная рассада, теперь буду делать сама семена. Да, я в прошлом году всем рассказывала, как сделать свои семена, и рассказывала, почему это лучше. Один раз осенью, потратив немного свободного времени, вы получите свою шикарную рассаду, со своих семян, свои семена всегда лучше. Вот пишет Васек, для чего выкладываете видео с рекламой? Ему Александр отвечает, реклама чего? Снега. Ну, Васек, наверное, не понимает принципа рекламы. Реклама, это когда вы называете или фирму-производитель теплицы, или даете ссылку на фирму-производитель теплицы, или даете ссылку на интернет-магазин, или называете название интернет-магазина. В моих роликах никогда этого нет, ни ссылок, ни названия фирм-производителей, ни интернет-магазинов. Так что, Васёк, это не реклама Учите, образовывайтесь, расширяйте кругозор Вы должны точно знать, что реклама, а что не реклама Некоторым уже реклама мерещится везде Нельзя слово сказать Так, а вы откуда? Город Бийск, Алтайский край У меня теплицы стоят на брусе 150 на 150 Татьяна Суслова Вот ещё один человек на брус поставил На Урале солнышка почти нет Снег идёт каждый день У всех снег Срочно лепите из снега снегурочки Будет у Вас дочка Она будет помогать выращивать Ваши любимые томаты Вера Потрошкова пишет Наталья, правильно, ей бы дочку, а лучше две И земли бы раза в три побольше Тогда и лупка Вашей Ольге была бы шире И счастья в глазах больше Да, когда одни мужчины в доме То женщина по неволе Всю жизнь выполняет роль домработницы Мыть посуду, мыть полы Гладить, шить, стирать И вот и всё Вся жизнь уходит на обслуживание мужского населения Так У Вас Прям меньше снега, чем у нас в Нижегородской области Так Ну все пишут, что снега это мало Вот ещё Софья пишет Здравствуйте, Ольга, а в теплицу снег Вы набрасываете? У нас на Урале ещё тоже рано в теплице садить Я в теплице снег никогда не набрасываю Сейчас Вам расскажу, почему Обычно как? Одни говорят, что мы набрасываем для того, чтобы там намокло Вот этой вот снеговой водой Другие пишут, что набрасывают для промораживания Вот этого грунта, для дезинфекции Но у нас Я вот вчера уже заглянула У нас сейчас начнёт таять снег И вся эта талая вода Она сама по себе пойдёт туда И весь грунт там смочится Потому что весной заходишь Там иногда даже вот так ноги проваливаются Что очень влажный грунт Я не вижу смысла набрасывать туда вручную Тратить вот лишнее время Во-первых, некому набрасывать Мне уже по состоянию здоровья И по возрасту я не смогу набрасывать во все теплицы этот снег Ну смысла нет Вода сама туда заходит, во-первых А во-вторых, у нас морозы вот нынче были и больше сорока Что при таких температурах грунт сам по себе промораживается Там зимой не тепло Там всё равно минусовая температура Я никаких плюсов не вижу в этом набрасывании снега Но если кто-то набрасывает Если видит какие-то преимущества в этом Они и набрасывают А если я вот не вижу Ну не вижу смысла Я всегда думаю, для чего это делать И нужно ли мне это И стоит ли тратить вот свои силы, свои здоровья Зимой представьте А у меня тем более ещё с лёгкими проблемы Я же асматик Если я пойду ещё набрасывать туда снег Я заболею, свалюсь И мне вообще не пригодится эта теплица в этом году точно У каждого там свои есть обстоятельства Кто может набрасывать, набрасывает Я не могу и не хочу И не вижу смысла Так, красота, рассада супер Вот пишет Светлана Воронина Но это вы для теплиц посадили А в открытом грунте ещё рано Ну конечно, я почти каждый видеоролик говорю Что вот это вот именно для раннего Это те, которые обычные огородники не делают А только вот сильно такие вот как увлечённые Как я говорю, очумелые Это ранний-ранний посев Если он даже у меня не удастся Я ничего не потеряю У меня следующие посевы Которые я делала в стандартные сроки Вместе со всеми И ещё буду делать Я их тогда буду выращивать А это, ну можно назвать как И для души Или моя прихоть Но вот я всегда сею одну партию небольшую Очень-очень-очень рано Планирую получить ранний урожай Так У нас в Казахстане сейчас очень много снега Ну блин, даже в Казахстане больше снега, чем у нас И ночами мороз Так что мы не можем зайти в теплицу с весной Вас тоже всех с весной Но весна пока что не очень похожа на весну Вот пишут Фитоспорин вам в помощь Ну и вам также У нас снега чуть больше И у нас снега больше У нас огромные сугробы в Тверской области Ирина Белова пишет И вот Валентина Рачкова пишет Олечка, вы нам и как зелень будете сеять Тоже покажете Будем учиться и сеять вместе с вами Ну посев зелени Это самое-самое простое, что можно сделать Конечно я покажу Я уже привыкла Раз Я, ну как, и не думала Что есть люди, которых интересуют Какие-то простейшие посевы Но оказывается Есть молодые вот такие огородницы Которые вот посев томатов Даже интересуются Как сеять На какую глубину Я теперь взяла за правило Все, что я делаю Ставлю камеру и записываю Кому-то пригодится А мне это не сложно Все равно это делаю Без подготовки Во время работы Вот что сею, то и снимаю Там один мужчина написал На лету прям сюжеты придумываете Я ему ответила Я ничего, никаких сюжетов не придумываю Я просто работаю И просто во время работы Включаю вот эту камеру Там 3-5 минут потратить Мне не очень сложно А когда люди смотрят Кажется, что я Весь день занята Съемками вот этих вот сюжетов Я не занята Там он длится 5-7 минут Я поставила штатив Включила Сама занимаюсь Рассказываю Для меня это Проходит все легко И непринужденно И на видеоролике Я не трачу Можно сказать Сильно-то никаких Особых затрат времени нету И вот пишут У вас мало снега В Казани В этом году кошмар Парники закрыты Наполовину Ну короче Он и пишет Валентина Рычкова У нас 2 раза больше снега И в Башкирии Почти все под снегом Но это ужас Мы одни что ли без снега Так 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 Это все снег Синоптики говорят Пишет Анна Астахова Постоянная Зрительница наша Что в этом году У нас в Алтайском крае Земля не сильно промерзла Надеюсь снег быстро сойдет Мы пораньше Посеемся в теплицах Ну все на это надеются Ой так Вот в Кировской области Тоже только верхушки Теплиц видно Таня Михеева пишет А у нас в Сыктывкаре Снега еще больше Наталья пишет И вот Наталья Химичева Пишет про то Как я говорила Про посевы зелени Я также сажу И укроп И петрушку Вываливаются из контейнера И зелень готова Вот эти грядки Как их кто-то называет Переносные Грядки мобильные Это вот я про посев зелени Уже сейчас говорю Они очень удобны Особенно вот Не надо бояться садить Сеять такие вот Как салат, укроп Они же не сильно боятся мороза Они будут лежать в семена До тех пор Пока не наступит Комфортная для них температура И они потом зайдут И все равно это будет раньше Чем мы пойдем Подождем когда снег растает Пойдем проползем В эту теплицу И посеем Там они еще будут Дольше лежать Вот Змениногорский Пишет Анна По форточке теплиц снега Ну вот про фляшем Татьяна Соколова спрашивает Скажите пожалуйста Фляшем томат Никогда не садила Приобрела Оказывается он болеет Вершинной гнилью Стоит ли садить Очень уж большой поток Сама Под томатов Я фляшем ни разу не садила Даже ничего говорить Не буду про это Не знаю Действительно Большой поток томатов И очень много Но как вы видите У меня то большинство Именно Вот таких Неприхотливых Выносливых Которые можно вырастить В любом регионе Особенно в нашем сибирском Но сейчас я вот стала Последние вот всего два года Стала немного внедрять В свою коллекцию Все таки Раньше я была более категорична Насчет иностранцев Вот эти американские Всякие ирландские Но когда я попробовала Один-два сорта Я думала что Американцы у нас не приживутся Вот в прошлом году Прислали вот этот вот Полосатый шоколад Потом еще какой-то И оказывается Иностранные сорта Они тоже неплохие И я стала чуть более Лояльна относиться Вот к этой К иностранщине Как я ее называю И теперь у меня Несколько сортов Все таки есть И так что вот Моя сибирская коллекция Начала в себя Немного позволять Иностранцам Внедряться И оказывается Они тоже неплохие Так что может быть По истечении времени У меня будет Половина сортов Сибирских Наших Алтайских Неприхотливых Новинки очень интересные Я конечно вам буду Обо всем рассказывать Елена Верткова пишет С первым днем весны Вас Лена тоже поздравляю И всех единомышленников Она поздравляет Хороших урожаев Желает И вот столько веселых Фруктов нам посылает Тут еще и грибы По-моему даже мухомор Спасибо конечно А мухомор тоже кстати Полезный И муху И муху можно травить На блюдце замочить И мухи умирают Я пробовала сама Так Пояс по снегу По пояс снега На средней Волге Вот пишет у меня Светлана У меня с малахитовой Шкатулкой не получается Надо семена новые купить А вот ирландский ликер Всегда урожайный Некоторых смущает Зеленый цвет Но если его разрезать Похож на киви Изумрудно зеленый И вкусный Я нынче тоже первый раз Открыла для себя Вот эти зеленые томаты Спасибо люди добрые Прислали там понемногу Всяких сортов Действительно И малахитовая шкатулка Вкусная мне понравилась И многие другие зеленые сорта Оказались Не намного хуже Чем красные А может быть некоторые Даже и сладче Так что все нужно пробовать Все нужно экспериментировать Для меня тоже Зеленая помидорка До сих пор ассоциируется С недозрелой Но оказывается Они вкусные Галина Мешкова Пишет В Владивостоке Вторую зиму нет снега Стоит плюсовая температура И вот про то Что когда появляется Немного плесень В Владке Пишет Светлана До Виткина Это наш С нашего города Моя землячка Что я подогреваю Песочек в микроволновке Теплым посыпаю При черной ножке И при перевлажнении Вообще Вот Песком пользуются Очень многие огородники Опытные Со стажем Даже когда сеют Питунью Они присыпают Грунт Именно чтобы не образовывалась Черная ножка Вот этот песок Именно прокаленный Не обязательно на микроволновке Раньше не было Я просто на сковородке У меня такая сковорода Одна есть для хоснушт Я насыпаю туда песок Песок перед этим промываю В воде Сразу говорю Промываю Вся это Вот там Цвет глины Весь мусор Весь вымывается Именно такой Отборный Речной Получается Песок блестящий Его на сковородке Пережариваю Как это называется Прокаляю Можно в духовке И сверху лотки Подсыпать Это очень хороший способ Это древний русский Старый 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 Еще наши бабушки Так делали Когда не было Не фистоспорина Ничего Это тоже может Спасти ваши посевы И от плесени От черной ножки Так В этом году Действительно много Снега Пишет Лариса На участке не пройти Так Вот все Снега много Снега много Сугробы по пояс Вот еще один Комментарий На который Не могу не ответить Вот когда Показывал Вот эти Непрекратливые Сорта Пишет Елена Объясните Пожалуйста Почему вы Посеяли Инденты Детерминантные В один срок Вы говорили Что первыми Сеять Индетерминантные А позже Детерминантные Вы понимаете Что такие ответы Я печатать не могу Я просто Я ответила Что Детерминантные Специально Посеяла Для получения Раннего урожая Это не в счет Это моя прихоть Но я еще раз Говорю Что Для того Чтобы Вот это все Понимать Чтобы не было Таких вопросов Нужно было Как Сначала Видеороликов Все эти смотреть Я сразу сказала Что Да Очередность такая Сначала Сеем Детерминантные Потом уже Средние Потом уже Скороспелые Но я вот Этими своими Незапланированными Посевами Ввожу в смятение Вот этих Новичков Или тех Кто только Заходит на канал Лена Вот эти Которые я посадила Вот которые Я вам показываю Которые я посадила В январе Это необычные Посевы Люди Нормальные Огородники Так не делают Это и посев Ранее Все Это просто Потому что Я Какую-то часть Вот маленькую Маленькую Сею Для получения Раннего урожая И мне Не важно Вот я Да Я посеяла И детерминантные Вот такие Немного Которые Более Высокорослые Но это Ну вот одно слово Это моя прихоть Это вот просто Я так захотела Но Обычные люди И в стандартные Сроки Так не делают Я же Был когда вступительный ролик Я говорила Что мы можем делать Как захотим У нас положено Специалисты рекомендуют Так Сначала инденты Потом средний Потом ранний Но если вы хотите Сделать что-то По-своему Можно сделать Хоть что Можно нарушить Любые правила Есть всякие Исключения Но вот эта вот Партия Это исключение Из правил Это лично Мое вот такое Вот Как мое желание Моя потребность Во-первых Чтобы и пораньше Посеять Повозиться Для души И чтобы пораньше Получить урожай Но это Это просто Исключение Из правил Я вот своими Вот этими Незапланированными Посевами Я путаю людей Я извиняюсь за это Но если Вот кто смотрит Подтвердите мои слова Кто смотрит Вот с самого начала Ролики Все по порядку Всем же ясно Что это за посевы И почему именно Они у меня Детерминатные Но так рано Просто это вот Чтобы получить Хоть небольшую Такую партию Ранней продукции В ранние В ранние сроки Чтобы обмануть Нашу сибирскую природу Чтобы в июне Полакомиться Спелыми томатами Не знаю Объяснила Понятно или нет Все это сумбурно Но когда Спрашивают Опять То про то Что я вот уже Много-много часов Говорила Много объясняла Я понимаю Что человек Возможно Только зашел И он теряется Но я не знаю Я Как объяснять Еще не знаю Вот пишет Елена Я не знаю До этого года Я никогда не тратила Ни копейки на растения Всегда урожай отменный Я даже грунт не покупала Ну так это нормальное явление Я тоже грунт не покупаю Я семена не покупаю Я обычно Все вот эти вот Все подкормки Я тоже почти никогда не покупаю Но редко так Реденько И это нормальное ведение огорода Но это в том случае Конечно Если у вас есть Где брать грунт Если у вас грунт в огороде Хороший Если не нужно никаких подкормок Условия у всех разные И никогда нельзя сказать Что я вот так делаю И другим это все подходит Подходит не всем Насколько у нас Разношерстная Вот эта вот публика Сообщество состоит Из разных людей Проживающих В разных-разных регионах У некоторых вообще Даже при создании Вот всех этих условий Ничего не растет Потому что грунты Такие вот Ну неблагодатная почва Все разные люди И мы все выращиваем Конечно по-разному И каждый должен послушать Советы вот Мои И всех других членов Которые вот пишутся Комментарии И выбрать для себя Самое приемлемое Вот оптимальные варианты Всегда говорю Что у каждого огород Это индивидуальный случай Ну вот тут про золу пишут Субтитры сделал DimaTorzok